Субтитры сделал DimaTorzok 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 тут конечно только забрать, думать, чтобы забрать, как называется, своего ребенка. Какой Паша? О, Мага, все хорошо. Куном лавит пару их. Паша в своем репетоне обращается внимание. Нагорный, это хороший район, скажи, Маду. Нагорный? Да. Нагорный? Нагорный, это же далеко, Маду. Это очень далеко, говорят. Нагорный, это химка. Это химка, Нагорный, это химка, что ли? Да ну и нафиг, нет. Я буду брать на такси больше, чем квартира стоит. Я и так уже немало трачу каждое утро, мы просим работу. А так, о, спроси конечно на рене, а где квартира находится? О, Андрюха, привет. Она где находится на рене? Привет, привет. Паша куном лавит. Нича лавит куном. Нагорный, это где полянка? Да, серьезно, спрашивают? Не, метро Домодедово, Домодедово, это далеко от меня, потому что это очень далеко. Мне с работы утром, я возвращаюсь на такси, я езжу домой, обратно на такси, и честно говоря, тяжело очень мне будет. Салам, Рустам. Это потому что я однажды ездил обратно, с утра с клуба, и я уснул в метро, а потом моя фотография везде, блин. В интернет, вот ваша звезда Домодедово, блин, как ты, если вы никогда не чувствуете звездой. И, короче, блин, что только там написали. Поэтому я лучше на такси заплачу 700-800, блин. Ну, и зато я знаю, что блин, завтра у меня не будет, моя фотография не будет везде, везде в интернете. Никита, будешь варить, с ворогом? Я уже сварил. Ну, я вообще не вижу. Ну, смотри, сейчас. Извините, секундочку, я. Так. Так ты что, будешь, нет? Нет. Ну, ладно, мне больше так станет. Спасибо, Домодедово. Спасибо. Борща чисто, еще вареников. Да, борща, это было как пьев, борщ. Первое, первое, а теперь на второе, как это, борщики с ворогом. Итак. Как воздух ты мне нужна, околдовала ты меня. Да. Все. Да, конечно, на арбатскую, конечно, вообще было бы очень круто на арбатскую. Конечно, я только за. Честно говоря, мне так обидно, потому что эти, эти, как называется. Я вам покажу компанию, чтобы вы никогда не давали, не дай бог, вы никогда не давали деньги вперед. И, как бы они ни говорили, я сейчас покажу вам, как это, это договор, блин. Не лезьте, хорошо, вы видите эту компанию. Не надо вообще. 20 тысяч, вы взяли, и все. 1. Взяли. пары чуть-чуть варишь зачем это сейчас покажу вам ее у меня тут этот договор валяется здесь где-то а вот посмотрите или как вам удобно чтобы была вам помина вот она короче вот такие дела не обращаем маду ты на кого по себе на нику не лавит пошел ты поседи нафиг андрюха привет да это это наебало мягко сказано да какой-то гольд сити я сейчас посмотрю наверно гольд сити наверно я даже не знаю название и причем я звоню по как вообще я попал на них у меня друг грето я говорю брат не надо мне давай я тебе у меня друг грето я говорю стас давай я тебе дам эти деньги ты лучше не будешь мне найти квартиру ты мой друг мой брат стас говорит сказать джо брат я не могу себя за деньги как бы не было поэтому давай я буду тебе скидывать варианты без посредников я беру он не скидывая раз-два я звоню ну хорошие не нравится квартиру и так далее а потом у меня скидывая этот да я очень много сахара я между прочим ну так дальше я увидел эту квартиру я позвонил туда а я понял что это агент а мне через два дня нужно было съехать я позвонил они сказали приезжай к нам в офис и все мы вам найдем квартиру в течение сутки я думал ну хорошо я поехал туда на автозаводская автозаводская да 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 приехал туда сел там в офис они мне сказали все мы завтра вообще мы максимум завтра вам в сутки найдем вам квартиру давайте мы только вот запишем договор 600 процентов мы найдем вам квартиру и вам будут скидывать варианты блин первый вариант мне скинули а имя первый вариант скинули через три дня а это было где на преображенство и квартира была 23 квадратных метров я не знаю как вообще хозяин мог предложить как человеку такую квартиру 17 минут пешком до метро 17 минут пешком на метро на метро пешком до метро я враженке и 23 квадратных метров вся квартира вы не поверите пусть и там какой-то ковер там лежит блин такой грязный я вообще офигел да я много говорю да я извините не ножа блин и но что идите на фиг дети данном это я сказала да 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 я те и все попало чуть что я тебе тогда дам номер да свежая из дома 2 какая кирилюх если кирилюх туда иногда общаемся она должна была приехать на день рождения камень у нее не получилось и нож ты сказал дай номер я скину номер и чё и дали папа няте смысьте я те скину номер смысьте недели назад ну пусть сообщается пусть пишут животе я масса и жду я дома спасибо 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 большое я дома а мне еще хотели ой дай мне нож блин пипец ты вообще зря попала хотя бы скинула оставили в доме иногда созванивались ты чё свой человек он и ноша не ноша макс макс хорошо макс растет макс меня радует я к нему опять поеду четырнадцатого часа макс меня очень ждет папа когда папа приедет на ринетах иди поешь иди поешь я хочу набрать набрать три килограмма хочу здравствуйте парой парой кунем лаве я хочу набрать сколько три килограмма сейчас 92 килограмма хочу набрать 95 килограмм поэтому я начали работать только с большими лесами нет домашние вареники нет а кто бы мне их сделал салам салам не нет у меня с тех пор когда я узнал что у меня есть ребенок я много чего изменил никакие съемки даже за большие деньги никакие пошли съемки никакие но сомнительные как называется ну в общем все что может блин отражаться на моему на моего сына я закрыл с этим тем более дом 2 дом 2 да я могу я поеду на доме 18 сниматься на новогодняя бородина хоть бузова да я пойду парой и так и путь цветов а у нас в деревне нельзя работать языком поэтому не надо да а саш да а саш о одесса мама а есть ростов ростов папа одесса мама а 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 и а а а а у а Спасибо. Я обожаю эта песня. Так. Давайте поговорим. Нет, не пельмени. Как называется? Вареники с творогом. На Новый год какие планы? Я последний раз гулял на Новый год, когда я на Доме 2 был. И то, это был Новый год 2013-го по 2014-го. И то мы до этого очень долго снимали. Снимали, по-моему, 3 дня подряд. Короче, почти мы не спали. Съемки, съемки, чтобы у нас было 2 дня выхода. На Доме 2. А так я всегда работаю на Новый год. Всегда. Нету никакого видео не может быть там, где я сидел. Потому что у нас на Кавказе нельзя языком работать. Спасибо, Ева. Спасибо. Это вообще так круто, круто. И знаете, как сразу ребенок появился. Что-то. Все само собой стало на свое место. И все. Все как-то по-другому стало. Ну, в общем, мозги на место встали. Паша, ты хочешь, чтобы я тебе делал не вночь рекламу, да? Я могу тебе делать рекламу. Я знаю, что ты хочешь. Рахманова, спасибо, дорогая. Блин, когда я только понаехал в Россию, мне так нравилась эта певица, Максим. Я не знаю. Потом что-то она пропала. А есть мужчина. Мне очень нравилась, нравится, как его зовут? Сергей Лазарев. Пока я не узнал, что он педик. Пока я не узнал, что он педик. Когда я узнал, что он педик. Мне так, я так расстроился. Потом думал, ну-ка-та. Олегам. Офигенно, брат. Текак. Правда? Надеюсь, это правда же. Немножко свежий воздух. Ну, я надеюсь, что мне это поможет. Мне поможет, но поможет мне больше этим. Большие веса. Я занимаюсь с большими весами теперь. Спасибо, Алихан. От души, брат. Ну, я знаю, что ты много чего поешь. Ты вообще большая умничка. Надин. Ну, кто на что учился. Кто-то ест, кто-то спит. Да, не то, что жарко. Просто, ну, свежий воздух не хватает чуть немножко. Вот так. Ну, рожим бьёжа сегодня я не гну, я не гну для моего веса, наверное, и можно было побольше. Да, да, да. Баррис, 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 баррис. Баррис. Спасибо. Спасибо, хорошо. Я сегодня 120 на два раза самостоятельно, на 30 раз помог человек. Да, я работаю над этим, Виктория. Я работаю над этим реально. Это очень хорошая идея, потому что я сколько живу в Москве? 7 лет живу в Москве. И я, ну, если не считать год, который я провёл на Доме-2, то я всегда на квартиру тридцать, ну, два года я платил тридцать тысяч и три года четыре тысячи. Вот. Какой там эфир был? Сразу начнёт мне это, связь тут с фигня, начнёт делать тут. В этом эфир начнёт мозги спилить, моя жизнь. Ой, песня, офигенная. Ты мой брат навеки. Забуд об этом, навеки. Да. Элеонора? Элеонора модель? Вот мы идуем. Ну, я... Да не будет там делать, а, короче, сдают. Короче, бред какой-то, потому что... У меня жопа чёрная, поэтому обычно не хотят давать квартиру, но всё нормально. А-а-а-а, Элеонора, привет, салам алейкум. Привет, привет. Конечно, я помню, как у тебя дела. Паркарты. Угу. 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 Вот тебе хитрую лудьбу, лучше пятна, чем курить Галима, Глена. И радбурил у наганной, то жестке и дико, но пошла на концерт, на пару с подробной дыкой, там по-пам, поди мунзалик, ну-ка, проебал усопу битки, мне не зря. Офигенный, дай. Музыка твоя вовнула. Сука. Сука, бача с осоз. Блин. Ну, блин, скидывай, скидывай, по-брате. Вот, ты знаешь, я прихожу перед душем, уже было под 9, под 10 утра, я иду в душ, и я снимаю трусы, и тут, блин, 100 рублей. Сука. Лена, я сначала увидел 150, 150 рублей у меня в кармане, а потом ноги забыл, а я иду в душ, смотри, 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 а там 100 рублей еще, я думаю, блин, не, Леонора, я не женился. Ну, мне есть больше, чем просто жена или то, ребенок, ребенок, сыночек. А мы душ любим, вот мы и дуем. Саша, я думаю, один раз, это было в Нальчике, один-единственный раз, когда я что-то употребляю, это было в Нальчике. О, Господи, на сваду моего друга и брата, я никогда даже коля не курю, и сигарет, тем более, потому что мне, когда я вырос и родился в очень тяжелый район, ты что, какой тренировался, вот час ночью, еб ты. И, когда мой отец умер, мы жили в очень тяжелый район, где там, где подавали, как это, марихуана за очень, за копейки. И, однажды я взял, и, а, мы видели, мне было 4 года, 4-5 лет, а у меня дядя, курил перед нами, он давал нашим старшим двоюродным бракам, чтобы они, чтобы они пошли выкурить ему сигареты. И мы видели, что мы с двоюродным бракам 24-5 лет были, взяли обычную бумагу, и прямо за домом, мы думали, что мы прятались, мы начали курить эту бумагу. Эх, как мама, мама мне такое, такое тренделе дала, что я до сих пор, блин, даже сигарет не курю. Даже, блин, коля не курю. Привет, Рера, на ум его. И, а где ты тренируешься, Бог? Да, а единственный раз, это было 2017 года, я не забуду это, это в Нальчик, я поехал на свободу, они говорили, ну давай, я пойду. Они как-то взяли бутылку, бутылку, что-то, короче, битко там делали. Вы не поверите, две затяжки, две затяжки, после них, после этих две затяжки, я не знаю, я все понимал, я понимаю все, что, я считаю, что один из самых сложных языков, это кабардинский. Я понимал все, что они говорили, но говорить ничего не мог. Я понимаю все, я вспомнил всех баб, с кем у меня, с кем у меня был секс, я помню, я их вспоминал именами, где только они мне были, в Ростов, в Ростовскую область, я вспоминал всех. Я тогда понял, почему, как это, творческие люди курят иногда, перед тем, что, ну, я понял, потому что я такой умный, чем видит, но ничего говорить не мог. Но я это был не я, я не люблю, когда я не контролирую, не могу контролировать себя. Не, 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 брат, дамы господа, зашла сейчас Татяна Александровна. Я ее гостренник, я ее гостренник. Таня, это большая честь для тебя. Не, ну, две за чаши, ага. Мне, дорогая, мы продеваем, Таня, мы продеваем абонемент, я продеваю абонемент. Не, алкоголь, я могу пить 250 грамм водки и нормально себя чувствовать. А это я две за чашки делал, и потом я думаю, ну, и нафиг. Так, не, 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 Таня, я твой родственник на веке. О, какие люди. Саша, наверное, это не мое. Наумова. Спасибо, как у тебя дела, давно тебя не видно. Хотя, блин, я тоже редко стал заходить в прямой эфир. Я месяцами вообще не захожу в прямой эфир. Что-то в последние времена зачастился. Гагаж, мусор. Гетт эль джигэй, арах. Это называется бульбаланс. Бульбаланс. Самая лучшая страна в мире. Гагаж. Гетт эль джигэй. Это означает на азербайджанском, что привет, Гагаж. Как у тебя дела? Для тех, кто не знает. Не, не забывай, просто не получается. Не получается реально. Ох, я б ель-то. Звуд, мира. Привет, Ранна. Саша, мне много говорят об этом. Вчера мне позвонили с первого канала. Они говорят, Джозеф, здравствуйте, мы из первого канала, из программы «Доброе утро». Я говорю, да, я вас слушаю. Мы хотим вам пригласить на съемки. Я говорю, что за съемка? Чтобы вы показали, как правильно выбирать банан. Я думал, блин, оно мне надо. Ладно, это первый канал, ладно. Я думаю, ладно, если ты. Думаю, ладно, я согласился, давайте. Я спрашиваю, а сколько вы платите? Они мне сказали, что мы... Мы не платим. Не слышно там? Они мне говорят, что мы не платим. К сожалению. Не слышно там? Раз, два, раз, два. Лиза! Лиза! И я, короче, я говорю, ладно. Вы не платите, да? Алло. Пичугина. Она, Геннадьевна. Я тогда сказал, давайте, короче, давайте я... Хотя бы вы приедете, хотя бы на такси. Сколько будет длиться съемки? Они мне сказали, минут 15. Я сказал, хорошо. И давайте вы, короче, на такси отправите водителей. Туда и обратно. Ну, Джозеф, извините. Вы не можете приехать на метро? Я сказал, нет. Я не поеду никуда на метро. Не буду никуда, блин. Я в 10 утра с того, чтобы поехать куда-то бесплатно сниматься для первого канала. Они вообще реально. Все бесплатно. Ребята, бесплатно ничего не бывает уже. Ё-моё, что это? Если они хотят за бесплатно, пусть найдут... Как называется? Студенты. В этом. На... В Грузбонарод. В Рудень. Там есть студенты, которые будут не против, наверное. Для встретиться. А я нет бесплатно, не пойду. В Грузбонарод. 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 В Грузбонарод.